Всем доброго времени суток! У нас с вами сегодня история из рубрики реальной истории жизни сайта знакомств. Перед началом этого видео я говорю о том, что свои истории присылают мне зрители. Кто-то пишет в комментариях под видео, но чаще, конечно же, пишут мне в личку в инстаграм. Ссылка на мой инстаграм будет в разделе по канале. Значит, пообщалась я с женщиной, которая мне поведала не то чтобы даже история, она достаточно банальная эта история, но также еще какую-то выдержку, переписки с сайта знакомств. Значит, история такова. Познакомилась она с мужчиной на сайте знакомств. Надо сказать, что она разведена, причем уже давно разведена, как я поняла, ей около 50 лет или даже чуть больше. У нее же взрослый сын, то есть, в принципе, свободная женщина никому ничего не должна. Встретилась с мужчиной. Они сразу друг другу понравились. Но маленький такой нюансик, мужчина женат. Но с ее слов, как я поняла, он ей сказал, что находится в стадии развода. Ну, то есть, он живет с женой, но они собираются разводиться, у них плохие отношения. Но, с другой стороны, может быть, только он собирался разводиться или просто так сказал. В общем, что-то было там не то в семье. Поэтому он пошел на сайт знакомства и вот встречался с женщинами. В частности, встретился с ней. Они посидели в кафе, пообщались, понравились друг другу. Она говорит, у нас завязались отношения, мы стали встречаться. То есть, нам было так интересно вместе. Нас связывало что-то, ну, много общего, я так поняла, из разговоров. Всегда были общие темы, ну, поговорить, да. То есть, это очень важно, чтобы вот эта эмоциональная связь была, чтобы было о чем поговорить. Мы потом отношения перешли в более такую стадию, я так поняла, очень быстро, достаточно быстро. То есть, там сексы, шмексы, все дела. И вот тут она говорит, я не поняла, почему потом его отношение ко мне изменилось. То есть, он ко мне приходил с удовольствием. Там приносил тортик, там мы сидели, общались, когда-то шампанское. То есть, нам было так хорошо вместе. Но очень быстро у них развивались вот эти самые отношения. То есть, было куда прийти, она живет уже одна, сын там себе живет где-то. То есть, вообще без проблем. И она говорит, я женщина одинокая, и у меня есть увлечение в виде дачи. Вот. И мне нужна, конечно же, на даче помощь. Мне нужны мужские руки. То есть, мужчина, который бы помогал мне что-то на даче делать, когда-то бы меня туда привез, отвез, забрал, что-то там сделал на участке, в доме. Ну, понятно, да. Все прекрасно понимают, что такое дача, особенно если женщина этим увлечена. Ей все время там надо что-то делать. Я его попросила раз, два. Говорит, ну, мне, да, там, подвез, привез что-то там. Ну, я не буду вдаваться в эти подробности. А потом он стал мне реже звонить. Говорит, стал как-то не так часто приходить. Он занят, когда она ему звонила там. Ну, соскакивала, в общем, да. Я, говорит, я же девушка, говорит, откровенная такая, интересная. Я с ним поговорила. Он мне сказал честно и открыто, что дачи он терпеть не может. Что у него, в общем-то, с женой тоже пошли вот эти терки-разборки. Что она заставляла постоянно что-то делать его на даче. Возить туда там, ну, без конца какие-то дела. Говорит, я это не люблю. Ну, не мое это, дачи, да. А тут вроде появляется женщина, с которой складываются какие-то хорошие отношения. Ну, все со слов этой женщины. И он как бы не захотел всего этого. И отношения, вот, ну, говорит, они еще не сошли на нет, но медленно сходят, вот, в общем-то, на нет. Так вот, пишите в свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Как я вижу эту ситуацию, например, да. Потому что для этого мне, собственно, и скинули историю, чтобы мы с вами это на канале обсудили. Это ошибки в начале отношений. То есть отношения только завязались. Вам хорошо вдвоем. Вы встречаетесь. У вас все хорошо. Зачем накидывать мужчине проблемы? Я понимаю все, что женщина одинокая, что хочется какой-то помощи, да, мужской. Но не произошла вот эта эмоциональная привязанность прям вот глубоко, чтобы отношения, чтобы вы вросли друг в друга. То есть у мужчины эти чувства, они возникают не так сразу, не спонтанно, да. То есть вот эта глубокая привязанность, человеческая прежде всего, душевная привязанность. Надо было не спешить с этой дачи. Надо было дать ему время привыкнуть к вам дальше, чтобы отношения эти развивались. Ведь отношения, они живые, они в любом случае будут развиваться как-то. Они не будут стоять на месте и не будет все сведено к там каким-то посиделкам, пересыпам, тортикам и разговорам и так далее, да. Ну вот я как считаю, что эта женщина просто поспешила накидать на мужчину вот этих вот своих проблем. Учитывая, что для него это как бы как красная тряпка для быка, вот эта вот дача. То есть ему это не надо, ему это неинтересно, он этого не хочет. Он убежал от своей жены из дома именно вот от этих всех бытовых проблем. И что касается дачи. Ну я думаю, что там отношения с женой не только в дело в даче. Там естественно свои какие-то терки, это уже в принципе совсем другая история. Ну вот я так считаю, что просто она поспешила. Дальше. Она говорит, ладно. Потом я, говорит, переписывалась там еще с каким-то мужчиной до этого. И что мне, говорит, не нравится. Мы встречались тоже. Вроде бы друг другу понравились. Посмотрите, да, как хорошо. То есть люди встретились с одним мужчиной, они друг другу понравились. Я не поняла, это было уже после него или до него вот эта вторая встреча или первая. Ну в принципе не важно. Потому что суть-то не в этом. И вот этот вот другой мужчина, с которым тоже в принципе все было нормально, они друг другу понравились. Она говорит, он очень быстро предложил мне вступить в интимные отношения с ним. То есть вот это вот все. Он мне понравился, говорит, я бы не против, но не так быстро. То есть есть женщины, наверное, которые сразу вступают в какие-то такие отношения. Но это скорее исключение из правил все-таки, мне кажется. В основном женщины, они хотят какой-то эмоциональной привязанности, хотя бы немножечко привыкнуть к человеку, да, чтобы он к ней привык как-то, да. А вот мужчинам некоторым тоже, ну, в большей части, наверное, суть делается за каких-то вот таких рассказов даже, да. Женщины там тоже писали. И мужчины, они хотят сразу все, понимаете, вот все и сразу. Ну это тоже как-то глупо. То есть это вот мужская чисто ошибка предлагать женщине вступать в эти близкие отношения с ходу, с лету, да. Оно все будет, но надо немножечко подождать. Зачем спешить? То есть, опять же, я говорю, отношения, они такие, что надо друг с другом разговаривать. То есть надо договариваться. Может быть, вы встретите такую женщину, которой тоже надо вот сразу вступить в отношения какие-то, а ему тоже надо сразу, да. Вы договоритесь, вы поговорите об этом. Но когда это так происходит нахрапом, то это тоже ничего хорошего не получается. Поэтому вот можно даже назвать это видео «Ошибки в начале отношений». Ошибки женщины, что она сразу хочет мужика захомутать, да, взять в свои цепкие, так сказать, женские ручки, чтобы он оказывал какие-то ей услуги, чтобы он там помогал, что-то делал. Это все понятно, да, но это все будет, но потом, попозже. Не надо спешить, не надо форсировать события, потому что можно навредить себе. И отношения не успеют перейти в какую-то другую фазу, они просто... И не будет этих отношений. Мужчину можно спугнуть. Мужчины же такие тоже осторожные, такие пугливые. Они не хотят никаких проблем, да. Сразу он может тоже потом привыкнуть к женщине, будут и помогать, и все делать, но спешить с этим, конечно же, не надо. И мужчины, которые вот встречаются с женщинами, стараются тоже их куда-то там затащить, тоже вот получается, что они форсируют события. Тоже это не есть хорошо, не есть правильно, они пугают женщин. Женщины не хотят вот так вот все и сразу, чтобы было. Они хотят какой-то эмоциональной привязанности. Ну и еще, конечно же, одна такая тема. Мы обсуждали это уже не раз, я в своих видео рассказывала, потому что люди жалуются друг на друга, потому что считают, что один хочет использовать другого. Да, то есть она говорит, мне, например, не нравится, когда мужчина спрашивает у меня, где я работаю. Да, то есть она говорит, очень подозрительно мне эти вопросы, это попахивает типа тем, что он Альфонс. Ну, я бы так не сказала, да, то есть ситуация, конечно, бывает разная. Возможно, есть такие мужчины, которые хотят пристроиться к женщине, конечно. Но я думаю, что все-таки большинство людей спрашивает об этом, как мужчина, так и женщина, потому что они хотят понять, да, уровень человека, кто ты, кем ты работаешь, допустим, да, на какой волне с тобой общаться. Ну, когда-то я простые такие примеры приводила. Либо ты там тракторист, да, то есть это один какой-то уровень, либо ты там чиновник, сидишь в кабинете, хотя вряд ли, наверное, чиновники сидят на сайтах знакомств, хотя, ну, кто его знает, может быть, да. То есть понять вот этот вот уровень, ну, это же интересно. Может быть, вы там из одной сферы, да, вы там экономист, вы там юрист, там еще кто-то, и вам просто будет о чем поговорить, вам будет интересно. Может быть, психологи, ну, все что угодно может быть, да. Может быть, вы как-то соприкасаетесь и будете полезны чем-то друг другу Поэтому это абсолютно нормально Тут даже не всегда человек хочет выяснить уровень вашего дохода А просто знать, кто перед ним Просто мы же видим картинку человека-человек Начинаешь общаться, ну да, вроде бы там нормально, интересно Поэтому хочется узнать побольше об этом человеке Это абсолютно нормально Она говорит, мужчина вообще тоже говорит, как и я, реагирует странно Потому что я не стараюсь, говорит, задать этот вопрос сразу Но потом мне становится интересно Вот, да, про что я говорю То есть, как бы, естественно, вы меня сейчас смотрите В обращении к женщине, да, которая мне написала Я не буду говорить ни ников, ни имен, здесь не называю, да То есть вы же сами задаете этот вопрос мужчине А где ты работаешь? Так и он тоже хочет узнать Не потому что он альфонс и хочет там пристроиться к женщине Нет, просто он хочет, как бы, понять, кто перед ним Я думаю, в этом все дело Ну, вообще, конечно, я повторяю Вот много-много раз я уже об этом говорила Люди не хотят договариваться Причем, может быть, и он думает об одном И она думает об одном Ну, как-то вот это все, вот эти игры какие-то, знаете ли Кто-то хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле Кто-то, наоборот, прет вот это свое нахрапистость А может быть, он и человек-то нормальный, но он как-то спешит Хотя все-таки, мне кажется, нормальный человек Не будет ничего так вот переть и предлагать достаточно быстро Он как-то все-таки, ну, наберется терпения Прежде чем озвучить свои настоящие желания Я считаю, что вот любого человека, как мужчину, так и женщину Украшает вот эта вот скромность Ну, по крайней мере, в начале отношений, да, какая-то такая Быть немножечко скромнее, быть немножечко как-то вот С чувством юмора, так как-то легкость какая-то такая Должна присутствовать И все-таки не озвучивать какие-то свои желания Там, что касается, там, подарков Я уже какую-то тему недавно мы когда-то обсуждали Должен ли мужчина дарить женщине подарки, да, на канале тоже есть это видео Еще какие-то темы про альфонсов и про меркантильность женскую Все это мы уже обсуждали Поэтому разговаривайте друг с другом Говорите сразу, прямо, но так, как-то токсично И, конечно, не надо накидывать на мужчину сразу все свои проблемы Там дачу, родственников, там еще что-то Всему свое время Точно так же, как и мужчины, не должны сразу тянуть женщину там в койку Да, ну это тоже как-то неправильно Глупо это всему свое время Поэтому вот такая вот, не то чтобы даже история Но болталка реальной истории, да, из сайта знакомств Там, ну почему, с другой стороны, не история Вот познакомились, вот отношения сошли на нет, да Вот еще раз там в переписке с этими моментами, да, какими-то Поэтому пишите ваши истории Как вы переписывались Как складывалась ваша переписка на сайте знакомств Встречались ли вы с мужчиной, с женщиной К чему привели эти встречи, отношения Потому что я даже вот сегодня мужчина написал мне какой-то комментарий Под одним из видео Что он очень разочаровался В сайте знакомства Что он на него забил Вот, да, такой комментарий есть у меня под видео Что женщина спрашивает у него телефон И никто ему не звонит Честно говоря, я вот удивлена Потому что мы это недавно обсуждали в другом ключе Что мужчина берет телефон у женщины И не звонит женщине, да, то есть вот это действительно там странно И мужчины накидывали свои версии Но когда мужчина ждет, что ему будет звонить женщина Он все-таки, ну как по мне, это неправильно Все-таки мужчина должен проявлять первый шаг И оставаться мужчиной А женщина все-таки занимает более такую выжидательную позицию Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца Пишите ваши комментарии Пишите ваши истории Знакомств Не обязательно сайта знакомства Просто какие-то там свидания Любовные какие-то такие там истории Ну, а можно даже и нелюбовные Все будем обсуждать анонимно Все, всем спасибо за просмотр До новых встреч, пока Пишите ваши комментарии